Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа! С вами на связи Колчаков Олег и сегодня тема нашего общения будет все о финансовых пирамидах и хайпах. За последнее время появилось огромное количество различных предложений о заработке, о инвестировании в различные конторы, компании, которые предоставляют полностью пассивный доход без вашего участия. И на желании заработать, на жадности, на лени участников в данный момент разработано огромное количество мошеннических схем, которые просто разрушают людям жизнь, кто-то берет кредит и не может выплатить, кто-то портит отношения с дорогими им людьми, с окружением. Поэтому появилось желание осветить эту тему настолько объемно, насколько это возможно, поэтому приготовьтесь. Общение будет достаточно долгое, оно будет очень интересно, и вы вынесете для себя огромное количество полезных знаний, которые многим людям обошлись в десятки, сотни тысяч долларов. Итак, давайте перейдем непосредственно к делу. В принципе, две минутки ушло на представление всего этого дела, но я думаю, сейчас будет самое интересное. Итак, друзья, конечно же, финансовые пирамиды появляются по чьей-то инициативе. То есть, есть основатель финансовой пирамиды, есть определенная система, определенные условия, которые заявлены, которые основатель обещает выполнять. То есть, уплачивать какой-то процент, какую-то сумму каждому участнику, который будет делать вклады. Но давайте сначала пробежимся по тем легендам, по тем красивым историям, которые предлагаются сейчас в интернете, и на которые вы можете наткнуться. Итак, как прикрываются финансовые пирамиды и хайпы? В 2010 году было очень актуально, был тренд, можно сказать, на доверительное управление счетами. То есть, вы делаете вклад, и якобы хорошие трейдеры, опытные профессионалы для вас зарабатывают деньги, управляя вашими активами. Таким образом, они какую-то часть оставляют себе за работу, и ваши деньги приумножаются. Но, как показала практика, таких компаний, которые существуют действительно долго, и которые приносят хороший доход, их оказалось единицы, их можно пересчитать по пальцам. В большинстве случаев на данном тренде, на данной теме, было заработано огромное количество денег мошенниками, и многие вкладчики остались без денег. Выносите для себя определенные уроки, и очень тщательно проверяйте такие компании. Что стоит еще отметить? Конечно же, в 2011-2019 году прогремела всем известная финансовая пирамида МММ. То есть, она начала работать в 2011 году, было несколько рестартов, многие люди потеряли деньги, и остались, кто-то остался в кредитах, кто-то остался в долгах, кто-то, опять же, привлекал, занимался построением, скажем так, карьеры в финансовой пирамиде и остался без отношений. Откровенные финансовые пирамиды, я считаю, что это более порядочно, нежели прикрытие Форексом или какими-то другими схемами, когда, откровенно говоря, что это азартная игра, и здесь вы можете как потерять, так и заработать, и шанс потерять им всегда больше, нежели заработать, то я считаю, это более-менее нормальные явления. То есть, когда открыто говорят о том, что вот, это мошенническая схема, вы можете в ней поучаствовать, можете не участвовать. Но дальше пошло интереснее, и появились различные ставки на спорт, азартные игры, в управленческое, в доверительное управление активы отдаются свои деньги, отдаются каперам различным, мол, каперам, которые где-то сидят и делают ставки на спорт. Далее появились различные системы микрозаймов, кредитования, мол, вы вкладываете деньги для того, чтобы реальным людям выдавались кредиты, и на тех процентах, под которые люди берут кредиты, вы будете получать хорошие деньги. Но, как показала практика, это тоже были лишь легенды, таких систем просто-напросто в интернете нет. Инвестиции в энергоресурсы и всякое другое. То есть, сейчас доходит до того, что вплоть до того, инвестирую в нефть, инвестирую в различные энергоресурсы, в топливо и так далее. То есть, мол, на росте цены этих товаров на фоне кризиса, на фоне санкций, на фоне всего вот этого, того, что происходит, мы видим с вами в окружающем мире, можно хорошо заработать. Но это, опять же, просто новые модели, которые отводят глаза от самого главного, то, что это создано не с целью действительно заработать на каком-то реальном сегменте рынка, а это просто история красивая, в которую многие наивные люди, которые не имеют какой-то финансовой грамотности, будут верить. И последнее, что для меня показалось, наверное, самым таким больным ударом, то, что меня, наверное, заставило записать это видео, это то, что многие компании подобного типа хайпа, финансовой пирамиды начали прикрываться сетевым маркетингом, в котором я уже 3 года как успешно работаю. И стоит отметить, что многие компании, которые обещали большой пассивный доход, они просто-напросто исчезли с рынка на 90-95% компаний, которые предлагали пассивный доход, их сейчас просто нет. Либо в них есть какие-то сложности, проблемы с выводом, либо эти проблемы начнутся, скажем так, в ближайшее время. То есть показала практика, что компании, которые выплачивают пассивный доход и не могут его обосновать, сказать, откуда берутся деньги, почему они выплачиваются участникам, долго не живут. Поэтому очень тщательно присматривайтесь к тем компаниям, с которыми вы будете иметь дело. И тут отдельно хочется отметить то, что этот тренд сохраняется, и по сей день появляется огромное количество предложений новых компаний. Предлагают, заходи под лидеров, мы под тебя поставим еще лидеров, ты ничего делать не будешь, заработаешь. То есть принцип в принципе такой же. Что привлекает людей в принципе в участии в таких сомнительных мероприятиях? Да, конечно же, лень. То есть когда ты не хочешь ничего делать и начинаешь получать доход от 10% в месяц. 10% в месяц это уже очень-очень стоит насторожиться, потому что банки дают такую сумму за год. 10-12% максимум дают банки за год. Здесь же за месяц предлагается такая сумма. Но, как правило, суммы больше, дабы сыграть на жадности людей. И там предлагается до 10-15% в день. Соответственно, хочется, конечно, верить в такую мистику, что можно раз положить 100 рублей, через год у тебя будет миллион. Но на самом деле, конечно, деньги не берутся из воздуха. Конечно, их печатает США, но тем не менее. Их печатает США, но не из воздуха. Поэтому, что привлекает людей? Ну, как я сказал, лень. Да, это высокие доходы без каких-либо действий. Простота. Здесь не нужно привлекать кого-то, не нужно кому-то что-то рекламировать, не нужно работать с возражением. Нет понятия такого, как этапы продаж. То есть здесь все идет на мотивации. Давай, заходи быстрее. Ты будешь в числе первых. Ты заработаешь больше. Давай, тоже привлекай. Ты заработаешь дополнительные деньги. Эти деньги у тебя на счету приумножатся. Ну, все в таком духе, друзья. Конечно же, это жадность, это желание как можно больше сделать денег на такой вот теме, где большие проценты, где есть реферальные системы, где вы можете приглашать и зарабатывать как можно больше. И чем у вас больше вкладчиков, тем вам больше с их вкладов капает. Но это же опять все играет на жадности. Есть такие случаи, когда человек делает минимальный вклад, он начинает активно-активно-активно пиарить какую-то вот такую систему, прикрытую теми же ставками на спорт. И он зарабатывает именно на реферальной системе, потому что он уже знает, он уже осознанно понимает, что здесь нельзя заработать, проинвестировав деньги. Либо можно заработать, но только в краткосрочной перспективе. В большинстве случаев обычные рядовые люди, которые никогда о родом не слыхали об этом, они просто, их не покидает чувство жадности. Они думают, что вот-вот на счастье, вот на квартиру, вот на машину. Они начинают брать кредиты, брать долги. Они начинают агитировать друзей, чтобы они вкинули деньги. Это прямо так называется, вкинули, да, в кавычках. Потому что это не инвестирование, это вкидывание денег, да. Ну и, конечно же, это наивность. Такие вот красивые, правдивые легенды предлагают основатели, говорят, что вот мы работаем на Форексе, либо у нас спортивные какие-то, спортивная сфера, да. Там есть каперы, есть там профессионалы-эксперты, которые вашими деньгами распоряжаются и приумножают их. Таких сегментов много, то есть это азартные игры, это и покеры, казино, и там ставки на скачки, там, все что угодно. То есть мы придумать могут очень много, но мы в конце этого видео разберем, да, то есть на самом деле, каким образом вообще определить финансовую пирамиду, или это нормальное учреждение, с которым действительно можно работать. Ну, сейчас рассмотрим с вами такую типичную средненькую финансовую пирамиду со средним количеством времени по жизни, со средним процентом и такой щадящей, скажем так, реферальной программы, то есть чтобы не было там сильно все завышено. Ну, то есть берем в расчет то, что сейчас популярно, плюс-минус. Предлагается, основатель предлагает нам зарабатывать 30% в месяц без каких-либо действий, без каких-либо приглашений. Далее у нас происходит следующее. Нам говорят, если вы будете активно привлекать людей, то вы будете получать 10% бонуса с их вклада. Бывают различные схемы, как выплачиваются эти бонусы. Могут говорить, что выплачиваются они непосредственно от дохода участников, то есть которые поставили там деньги типа на скачки, там какие-то ставки сделали, и вы будете получать от того, как сработают каперы. То есть дабы люди еще больше поверили в то, что это действительно правда, и тут все оправданно платится, все очень даже прозрачно. Поэтому, друзья, будьте очень бдительны, будьте на чеку, но мы переходим непосредственно к тому, как зарождается финансовая пирамида, и как она благополучно рушится. Так, движемся к следующему слайдику. Итак, ну вот нам предложили 30% в месяц и 10% бонус со вклада каждого приглашенного. Соответственно, приходит первая волна людей, это люди, которые сидят на форумах, которые мониторят развитие вот таких вот различных хайпов. Есть такой сегмент, где люди, как азартные игроки, там на 3, на 4, на 5 дней вкладывают деньги, маленько приумножают, и идут такой следующий проект. То есть так или иначе собирается костяк, и собирается несколько человек, которые активно начинают пиарить эту систему. Возможно, эти люди уже знакомы с основателем и действуют по сговору. Таким образом, происходит набор первых вкладчиков. Возьмем тысячу вкладчиков, мы берем среднестатическую пирамиду, на самом деле цифры бывают очень разные, бывают краткосрочные пирамиды, бывают очень долгосрочные, ну как очень, то есть год-полтора, как показывает практика, даже самые-самые большие пирамиды, они тем не менее рушатся. Почему это происходит, конечно же, сейчас и будем разбирать. Давайте от слов к делу. Ну вот такие вот у нас условия, и приходит первая тысяча вкладчиков, приносит, так, слайдик съехал, приносит 1 миллион рублей. То есть это возьмем по 1000 рублей, сделал каждый вкладчик по 30 долларов, минимальный депозит. Таким образом, у нас получается долг по истечению первого месяца 1 миллион 300 тысяч рублей, потому что нам обещали 30%. И стоит отметить, что эти люди приходят так или иначе по партнерской программе, и тут еще прибавляем 10% от вот этого бонуса, да, реферального. Таким образом, прибавляем 100 тысяч, и уже сумма долгая, 1400. При этом у нас в банке всего 1 миллион. Ну, конечно, если разом все люди заберут, то она может схлопнуться даже на вот этом этапе, спустя месяц. Но мы рассматриваем такую более долгосрочную пирамидку, поэтому давайте посмотрим, что происходит дальше. Как правило, после первой волны появляются какие-то отзывы, появляется пиар, появляются видеоролики, какие-то люди начинают, возможно, проводить вебинары, конференции, либо начинают активно переманивать с других таких вот пирамидок людей. И на такую волну может прийти, ну, к примеру, 5000 человек. Это будет еще 5 миллионов рублей, которые они внесут в эту общую кассу. На второй месяц у нас получается ситуация такая. По истечении второго месяца на 1 миллион 400, это первый вклад плюс 30% плюс реферальный бонус, у нас уже сумма долга составляет по первому вкладу 1 миллион 820 тысяч рублей. И это при условии, что у нас привлечено еще 5 миллионов, то есть 5000 участников, это получается еще реферальный бонус 500 тысяч. Таким образом, общая сумма долга составляет 2 миллиона 320 тысяч. И по второму вкладу у нас долг на второй месяц, то есть на первый месяц для участников, которые пришли. На второй месяц он уже будет 6,5 миллионов. То есть, в принципе, можете сами взять калькулятор и просчитать все, но я вот на слайде все это изобразил, чтобы вам было максимально детально понятно, откуда что берется и какие суммы куда распределяются. Потому что, как правило, финансовые пирамиды не работают без какой-либо реферальной программы, потому что пирамиде нужно расти. И если она расти не будет, то откуда будут браться новые средства для того, чтобы выплатить старым участникам. Так, движемся дальше. Ну вот, происходит самое интересное, это, я думаю, такой самый-самый впечатляющий момент, когда приходит третья волна, это когда уже много отзывов, уже все распиарено, уже все надежно, уже все стабильно, там на форумах, выкидывают скриншоты с выплатами, там все так серьезно, такая серьезная компания, там столько довольных людей. И получается самая массовая волна, это где уже реклама применяется, такая масс-медиа, грубо говоря, социальные сети, баннеры, рассылки, там на сайте какие-то промо-акции проводятся. То есть, вот максимальная-максимальная активность, как бы это пик. На такой пик, давайте возьмем, приходит в три раза больше людей, чем в предыдущем месяце, то есть, там 15 тысяч человек, это 15 миллионов. Можно, конечно же, там отсекать нули, это, в принципе, без разницы. Я говорю, вот примерно такие цифры, берем такую среднюю, даже, можно сказать, большую на пирамидку. И здесь у нас получается следующая ситуация. По долгу первой группе, первым вкладчикам, которые вот внесли миллион, тут у нас уже получает ситуация, что должны 3 миллиона 16 тысяч рублей, потому что на те реферальные бонусы, на те суммы уже несколько месяцев докапало. Таким образом, получается вот такой вот долг. На третий месяц долг вкладчикам второй группы, которые на второй месяц зашли, составляет 8 миллионов 450 тысяч рублей, плюс реферальный бонус 1,5 миллиона, потому что у нас пришло 15 миллионов новых активов. Таким образом, для второй группы сумма долга составляет 9 миллионов 950 тысяч рублей, и общая сумма долга для первой и второй группы составляет 12 миллионов 966 тысяч рублей. В кассе у нас в данный момент находится 21 миллион, то есть, по сути, активов хватает для того, чтобы выполнить обязательства перед всеми участниками, кроме последней группы. То есть, первым двум можно выплатить легко, без каких-либо напрягов. Третья группа же, соответственно, когда закончится их первый месяц, им также положено 30%, они должны получить 19,5 миллионов. Если прибавить это к сумме, которая есть, то есть, 12 миллионов 966 тысяч, то уже, по сути, понятно, что денег не хватит на всех никаким образом. И те обещания, которые были заявлены, они не выполнятся. Это просто невозможно, потому что денег нет, они не возьмутся с воздуха, не напечатают их США и не отдаст основательным просто для того, чтобы выплатить людям. Надо это понимать. Ну, вот самый, наверное, такой обидный момент для тех людей, которые не финансово грамотны, может быть, но, может быть, просто наивно поверили всей душой, что они так сказочно быстро могут разбогатеть. Здесь четвертая волна. Есть такое понятие, как стагнация. Это когда идет отток людей, которые начинают выводить свои вклады, они думают, что уже, возможно, стоит закругляться с азартными играми, возможно, создается какая-то паника. В конце концов, это тоже конкурентный рынок, где другие такие же финансовые пирамиды очень заинтересованы в том, чтобы переманить к себе всех вкладчиков, чтобы они с этой финансовой пирамиды начали выдергивать деньги и в другой финансовую пирамиду начали нести. При этом бывают даже такие случаи, когда одни и те же основатели специально провоцируют панику для того, чтобы создать новый проект и туда переадресовать участников. То есть схемы очень запутанные бывают. Но, как правило, мошенники, они на три шага вперед думают, куда вести людей. Но давайте вернемся к нашим расчетам и посмотрим, каким же образом происходит крах пирамид и каким образом люди теряют деньги. Берем волну стагнации, это когда начинается отток, когда уже активные рекламные действия, массовый приток были пройдены. Возьмем то, что на треть снизилась активность по привлечению людей, людей, которые начинают вкладывать деньги, и в систему пришло 10 тысяч участников. У нас плюс 10 миллионов. Соответственно, у нас получается следующая ситуация. Люди, которые с самого начала заходили в финансовую пирамиду, им нужно выплатить 3 миллиона 920 тысяч 800 рублей на данный момент. Люди, которые заходили на второй месяц, это уже была такая более массовая группа, им нужно выплачивать 12 тысяч 935 тысяч рублей. И те люди, которые зашли на массовой волне, это получается уже им нужно выплатить с учетом реферальных бонусов со всем-всем-всем 25 миллионов 350 тысяч рублей. С учетом того, что были привлечены новые активы на 10 миллионов 10 тысяч участников, опять же, прибавляем реферальный бонус в виде миллиона. И общая сумма долга составляет 43 миллиона 205 тысяч 800 рублей для трех групп. Это без участия четвертая группа, которая только-только присоединилась. То есть, выплат уже не хватает даже для тех людей, которые у первого, второй, третий месяц заходили в бизнес, я не знаю, как это назвать, заходили в хайп, заходили в финансовую пирамиду. В кассе у нас, в финансовой пирамиде, не у нас, в финансовой пирамиде все же, у основателей 31 миллион рублей. То есть, это все-все аккумулированные средства, которые были. Возможно, эта сумма даже меньше, потому что люди начинают, кто-то начинает раньше выводить, кто-то начинает доинвестировать и так далее. То есть, вот этот момент, к сожалению, на слайдах так просто не отобразить, но денежные средства постоянно, они то вливаются, то вкладчики их забирают. Таким образом, касса может быть гораздо-гораздо меньше. В то же время, основатели тоже выдергивают какой-то процент, люди, которые замыслили все это дело, и они понимают, что они со всеми рассчитаться не могут. Они в такие моменты, как правило, когда начинается массовый отток, они говорят, все, там, наша система перестала работать, у нас рестарт, либо у нас там проблемы с выплатами, либо мы там ушли в просадки по ставкам, либо у нас там ведутся технические работы и так далее. Понимаете? То есть, суть в том, чтобы как можно большую часть урвать и, возможно, каким-то образом еще стимулировать приток новых средств для того, чтобы частично выплачивать тем вкладчикам, которые были в последних группах, третий, четвертый, чтобы они начали опять писать положительные отзывы, опять начали идти вливания. Ну, тем не менее, мы понимаем, что денег уже не хватит, и люди, которые задумали такую систему, они явно задумывали не для того, чтобы обогатились люди, а для того, чтобы обогатилась первая группа, могут заработать деньги, если они не будут жадные, не будут дальше инвестировать, докидывать, докидывать, докидывать. Ну, и тем не менее, да, то есть, это какие-то осознанные такие мошенники, соучастники, грубо говоря, они стоят там у истоков, начинают все это пиарить, проводить вебинары и так далее. Основатель же, соответственно, тоже понимает, что вот начался отток, нужно так или вообще выплатить всем не получится, нужно что-то делать, и человек по-любому на счетах на своих просто замораживает эти средства, начинает их переводить с одного кошелька на другой, на третий, на четвертый и все. Потом он, может быть, запускает новую пирамиду, может быть, эти деньги он вкладывает в какой-то реальный бизнес, в реальный сегмент рынка, покупает несколько квартир и все. Он свою работу сделал, он нагрел людей, да, он их обманул. Ну, я, конечно, тоже работу не могу назвать, конечно, это все печально, то, что такое происходит, но, друзья, я с этой целью записываю видео, чтобы вас уберечь, да, от этого горького-горького опыта, потому что случаи бывают, просто мама родная, сердце дорожит и очень обидно за людей, которые действительно хотят, финансовая свобода хотят стать более грамотными, да. То есть получается такая ситуация, то, что сумма долга за 4 месяца, если мы возьмем еще и участников четвертой группы, да, которые последние зашли в стадию стагнации, то у нас получается общая сумма долга 56 миллионов 205 тысяч 800 рублей. Реальных денег в кассе 31 миллион. Из них, скорее всего, там, первая-вторая группа выдернули 50%. 50%, когда начинается дальше отток, просто основатель говорит, что все, извините, наша система, там, просто или сайт пропадает, либо там что-то, что-то еще происходит. Это не важно. В принципе, там, множество, может быть, всяких разных легенд и, опять же, красивых оправданий. Суть это не меняет. Получается такая ситуация, что основатель забирает денежки, зарабатывает очень малое количество людей, и есть люди, которые профессионально этим занимаются. Ну, как, опять же, они понимают, в чем они участвуют. И раз здесь люди теряют деньги, есть негатив, то по-любому это тоже, этим людям тоже достанется. Может быть, не в денежном эквиваленте, но им, скажем так, эффект бумеранга покажет, да, то, что в таких мероприятиях участвовать, в принципе, не надо. Ну, давайте не будем об эзотерике, о духовности, потому что все же говорим о деньгах, говорим о мошенничестве, и не хотелось бы переплетать эти темы. Итак, друзья, каким же образом, да, опознать, что это финансовая пирамида, как они рушатся, как они работают, в принципе, мы это уже более чем, наверное, узнали, да. Надеюсь, это было все доходчиво и понятно. Давайте рассмотрим, как не попасть в такие вот лапы мошенников и не попасть в хайп или финансовую пирамиду. Первое, на что стоит очень пристально посмотреть, это есть ли наличие товара, есть ли какая-то реальная услуга, есть ли какой-то реальный сегмент, есть ли свидетельство о том, что этот товар или услуга действительно приносит такие дивиденды. Если этого нету, то, друзья, это передача денег от одних ко вторым, то есть выплачивается первым за счет последующих, как это принято говорить, когда говорит про финансовую пирамиду, да. Дальше у нас есть такая ситуация, то, что нет публичности основателей, если компания серьезная, она хочет зайти на рынок, то основатели не будут прятаться, им нет смысла, они разместят фотографии, имя, фамилию, отчество, расскажут свою историю. Это, наоборот, будет стимулировать доверие и рост. Конечно, бывают разные ситуации, бывают компании, где основатели не хотят быть публичными, дабы им не говорили, давайте проводите вебинары и так далее, но в большинстве случаев, да, так или иначе, контактные данные и кто учредитель, кто основатель можно найти, это, в принципе, нормально. То есть любой компания, вот вы придете в какой-либо магазин, вы можете найти там ИПшника, либо там можете прийти в магазин какой-то мебельный, найти главу, да, который там управляет всем этим делом, он организовал бизнес. Тут абсолютно то же самое, друзья, тут такая же ситуация, если вдруг продавца нет, нету основателя, нету директора, то стоит задуматься, что это за компания, серьезно ли она относится к своим потребителям, удовлетворяет ли их потребители качество товара и услуг, действительно ли они оправданы, да. То есть, если нет публичности, это очень большой показатель того, что компания действительно не намерена исполнять своих обещаний. Нет регистрации или регистрация идет в офшорной зоне, ну, чаще всего вообще нет никаких документов у хайпов, но, тем не менее, некоторые конторки, которые такие хотят чуть подольше пожить и привлечь как можно больше денег, они делают регистрацию в офшорной зоне, что, в принципе, вообще вам не гарантирует того, что эта компания будет функционировать и существовать. Фишка в том, что если вы решите судиться с компанией, которая находится в офшоре, то вы точно не поедете куда-нибудь в Белиз, да, куда-нибудь там в другую страну, дабы постараться найти тех людей, которые организовали эту компанию. Это может быть какой-то номинальный директор, это может быть какая-то непонятная компания, да, и, возможно, вообще там не найдете даже, возможно, этот бланк просто там сфабриковали, в фотошопе поделали и все. Поэтому, если регистрация идет в офшоре и нет никаких договоров, никаких бумаг, никакой официальности, не зарегистрировано на территории Российской Федерации, нету там АКВЭД, регистрационных документов, пакета, то, опять же, стоит очень-очень серьезно задуматься по поводу того, насколько это долгосрочный бизнес, да, если это связано с инвестициями, если это связано с компаниями, которые не предлагают товар, услуг, где нет публичных основателей, то 90-99% вероятность, что эта регистрация, она вообще не сыграет никакой роли, это просто, опять же, пыль в глаза, красивая сказка. Итак, друзья, стоит отметить также, что можно обратиться к такому сервису, как alexa.com, это сервис, который позволяет посмотреть, когда сайт был создан, каков его рейтинг, в каких странах эта компания, этот сайт пользуется популярностью и срок жизни, да, то есть, ну, там, в принципе, основные такие моменты, на которые стоит обратить внимание, есть, плюс там популярность есть, то есть, соответственно, видно, да, график, насколько быстро это начало развиваться, и если идет момент, то, что идет отток, то это уже говорит о том, что скоро такая финансовая пирамидка, вероятнее всего, рухнет. Оплата и вывод денег только с помощью электронных денег. Фишка в том, что сейчас поменялось законодательство, и далеко не все компании могут позволить себе вывод на Visa MasterCard, на карточки, потому что это уже более такой сложный процесс, и сейчас очень большое распространение получили различные электронные платежные системы, с помощью которых идут ввод денег в компанию и вывод денег в компанию. Стоит отметить, что такие кошельки могут регистрироваться на кого угодно и отследить потом, куда эти деньги переводились практически невозможно, то есть, есть очень множество таких систем, будьте очень аккуратны, если работаете с компанией, в которой есть только такой вывод денежных средств, только такой вот, это говорит о том, что компания не прошла Visa MasterCard Security, то есть, не прошла проверку на то, что это какой-то интернет-магазин, какая-то площадка, на которой идут взаиморасчеты, да, то есть, для того, чтобы подключить Visa MasterCard правильно работать, необходимо, конечно, иметь на то основание, да, если в компании нет продукта-услуг, основателей, регистрации, то такую систему подключить будет гораздо сложнее, вот, я не знаю, ну, может быть, случай есть, то, что там какие-то компании такие работают с Visa MasterCard, но, вероятнее всего, это единицы. Большинство компаний, которые будут делать массовые выводы на те или иные карты, они будут, когда будут делать переводы, в банке будет отображаться активность по карте, то есть, есть определенные лимиты, такие внегласные, когда, если, например, больше 500 тысяч рублей, там, за неделю отсылаешь кому-то, к примеру, со своих карт, начинаешь переводы массового дела, то банк отслеживает эти моменты, он может передать эту информацию налоговикам, он может заморозить эти карты до выяснения обстоятельств, поэтому такие компании, где есть крупные финансовые потоки, они, как правило, не прибегают к использованию Visa MasterCard. Могут аргументировать, опять же, вводить заблуждение, то, что там выплаты идут медленно, то, что это неудобно, то, что вот у нас там начисление на там электронные кошельки практически моментально идет, там, вывод там в один и тот же день, друзья, не ведитесь, все же в eBay можно, в eBay, AliExpress, в крупных интернет-магазинах всегда можно было оплатить с карточки, если вы работаете с серьезной компанией, то там должен быть такой метод оплаты, как карточки, это показатель того, что с компанией работает какая-то банковская система, либо серьезный платежный сервис, на который верифицирует такую компанию. Ладно, заострил внимание, но, друзья, проговариваю все, как есть, чтобы просто не сталкивались, мало ли, может, какое-то одно мое слово, да, а потом у вас осядет в сознании, и вы будете уже более осознанно подходить к выбору той или иной компании, к тому-либо бизнесу, если, конечно, можно все это назвать так. Также стоит отметить то, что серьезные компании, к примеру, название не буду называть, дабы, там, не, в общем, не буду называть название, да, не с этой целью. В серьезной компании имеют телефоны, имеют офисы, имеют ответственных лиц, там, есть персонал, который обслуживает, отвечает, есть горячая линия, вам могут перезвонить и так далее, то есть серьезные финансовые компании, и то не все, они, как правило, обладают офисами, персоналом и так далее. Стоит отметить, что есть компании с доверительным управлением на Форекс, которые благополучно закрывались, имея офис, имея персонал, имея мощный сайт, имея документы о регистрации, поэтому, опять же, очень-очень-очень-очень-очень-очень осторожно, друзья, очень осторожно, потому что были такие инциденты, но таких компаний все меньше становится, потому что это так или иначе отслеживается, да, это уголовно наказуемое преступление, это мошенничество, поэтому такие компании, как бы, открывают единицы, я не знаю, это люди, которые там продумывают, что там сразу уеду куда-нибудь, как только я там все рухнет, деньги заберу, уеду куда-нибудь в другую страну, да, с которой меня не выдаст, там, уеду на Мальдивы, к примеру, вот, поэтому такие компании, которые имеют офисы, им там сложнее заметать следы, там есть регистрация, есть сотрудники, там есть информация, то есть там будет целое уголовное следствие, уголовное дело и мало мошенников готовы пойти на такое, то есть это серьезные инвестиции, это серьезные инвестиции в сам проект, обслуживание и так далее, ну, сами понимаете, да, то есть много заморочек, чтобы все это дело организовать. Ну и что стоит отметить еще у таких проектов, как правило, есть рифоводы, так называемые, в кавычках, то есть здесь появилось такое понятие, это когда появляются какие-то лица, которые начинают жестко мотивировать людей, то есть там, вступай прямо сейчас, ты там не понимаешь, это финансовая система будущего, это такая крутая компания, они начинают собирать вебинары, они начинают делать рекламу, они начинают рассказывать о том, как здесь все замечательно, какая у нас красивая легенда, какие у нас, как у нас зарабатывают деньги, у нас там реальные капперы, у нас реальные игроки в покер, шмокер и так далее, то есть это люди рядовые, такие же вкладчики, но они очень серьезно заинтересованы в том, чтобы привлечь как можно больше людей, чтобы заработать на этом реферальном бонусе и благополучно все это дело вывести. Рифоводов отличает то, что они говорят, мы не работаем с компанией, не, друзья, мы обычные, сами такие же люди, мы просто там находим актуальную информацию, мы анализируем, делаем выводы, мы там читаем сообщения, мы общаемся очень много с людьми и знаем ответы на вопросы, поэтому вот такие эксперты, и мы решили начать проводить вебинар. И, как правило, основатели вот таких хайпов, они заинтересованы в том, чтобы найти таких людей и сказать им, давайте, ребята, мы вам платить не будем, ну, может быть и будем, там разные случаи бывают, но в большинстве случаев мы платить вам не будем, вы с помощью реферального бонуса набьете себе большую структуру, привлечете большое количество людей, будет вам счастье, мы вам будем выводить деньги там в самые-самые короткие сроки. И люди на жадности, ну, сами понимаете, на чем, да, ради чего, они готовы идти на такие жертвы, готовы обманывать людей, причем это делают, как правило, осознанные люди, которые умеют, у них есть уже спикерский навык, и они умеют так вот достаточно серьезно манипулировать людьми, там, мотивация зажигать и так далее. Движемся дальше, друзья. Ну, а сейчас давайте подведем итог и поговорим о том, какими же, да, необходимо обладать качествами для того, чтобы быть успешным в направлении финансовых пирамид, и проговорю, расскажу немного про другое направление, в котором я развиваюсь. Ну, что я могу сказать, это мое субъективное мнение, прежде всего, в финансовых пирамидах, в хайпах зарабатывают люди, которые не имеют совести, то есть, которые готовы рекомендовать, лгать, врать и говорить, что это надежно, стабильно и так далее. Это люди, которые, как ошарашенные, говорят там, давай быстрее, как можно быстрее, там, инвестируй свои деньги, то есть, на мотивации все строится. Здесь зарабатывать очень легко, ты вообще ничего не потеряешь, там, огромные проценты, ты там быстро отобьешься, через две недели уже там заберешь свой вклад. И нужно это делать прямо сейчас, потому что вот сейчас, я уверен, что это будет работать, это только появилось, а там, через пару недель, там, через месяц, через два, это уже может закрыться, так что давай, крути свои деньги, там, вытаскивай как можно больше. То есть, человек вроде как и говорит, что я тебе желаю добра, ты должен разбогатеть и пользуешься моим опытом, но, с другой стороны, он нагло врет, потому что он заинтересован в том, чтобы вы сделали вклад, дабы он получил реферальный бонус. И есть такое даже понятие, как рефовод, о котором, в принципе, я уже упоминал, да, это когда человек начинает массово-массово там пиарить, рассказывать, что вот-вот там мега-мега компания, я прям, блин, на ней женюсь. Ну и что еще? Важно понимать, что это заработок за счет потери других людей. Это говорит о том, что человек осознанно не делает ничего хорошего. Он просто обманывает людей, заставляет их вкладывать деньги, подговаривает, мотивирует, рисует очень красивую картинку, такой двуличный человек. И в итоге получается, что ничего хорошего он в мир не несет, никакого блага, никакой ценности абсолютно нету. Потому что люди теряют деньги, остаются в долгах, в кредитах и, ну, сами понимаете, да, к чему это приводит. Это дисбаланс в обществе, это наживаются люди на других. Возможно, это для кого-то, для каких-то мошенников, для воров, для жуликов, для такого типа людей, которых вот это вообще не задело то, что я сказал. Но, тем не менее, это краткосрочный бизнес, связанный с большими рисками и неприятными последствиями. Как думаете, что произойдет с человеком, который подговорил своего друга взять кредит на миллион рублей и проинвестировать его в компанию, которая успешно закрылась через несколько дней? Какие у них будут отношения? Как думаете, друг упадаст на него в суд, в прокуратуру? Захочет ли он там выбить с него эти деньги? Это очень большие риски. Это ничем хорошим не заканчивается. Вы сеете, как говорится, что посеешь, что и пожнешь. Если вы сеете гнилые семена, то не удивляйтесь, что входят гнилые плоды и вам потом предстоит все это есть. Поэтому очень, 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 очень 10 раз подумайте в степени, прежде чем связываться с этим направлением. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!